Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы начитываем Священное Писание, Новый Завет. Вот сейчас за деяния идем. Столкование Блаженного Феофилакта и с комментариями, которые я даю. Потому что люди говорят, что считать совсем не считаю. Только слушаем вас. Сегодня один говорит. Только здесь. И вообще это намного удобнее. Можно что-то делать и слышать. А мы сейчас делаем так, чтобы и считать можно было, и слушать. Мы при этом оттолковали и добавляем еще немножко пояснения. Деяния, глава 14, 1 по 3 стихи. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Они, верующие иудеи, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который, во свидетельство слову, благодати своей, творил руками их знамения и чудеса. Толкование. Не сделались боязли, но опять вошли в синагогу. С речью обращались они обыкновенно как к иудеям, так и еленам. Возбудили и язычников, недовольствуясь тем, что сами восставали. Но апостолы не вышли из синагоги, так как их не гнали, а только состязались с ними. Дерезновение происходило от преданности апостолов к делу проповеди. А то, что слушавшие их уверовали, было следствием чудес. Но этому способствовало несколько и само одерзновение апостолов. Комментарий Игнатия Лапкина. Иисус Христос благословил своих последователей на немирную жизнь, на войну. И дал только одно оружие, пост и молитва, которые должны содействовать проповеди Слова Божия. Кто испытал это оружие не единожды, того уже никто не убедит взяться за другое. Нет никого более немощного при защите своего вероучения, как православное. И священники это прекрасно знают. Будучи сами жалко трусливыми, для которых лозунгом жизни стали трусость и корысть. Корысть и трусость. Такими же жалкими, корыстолюбивыми и трусливыми они делают всех прихожан, доверившихся им. Апостолы проникали во все концы империи. Их последователи шли тем же путем. Они схватывались с языческими философами, со служителями тогдашних языческих культов, с колдунами и экстрасенсами. И не было ни одного поражения, но только триумфальное шествие по планете. Проповедь мужей, жен и детей пленяла сердца слушателей в послушании Христу. Это маленько погромче делилось, чтобы видно было, что мы проповедуем, а не просто... И вот сегодняшний день Россия переполнена сектами, сатанизмом, безбожием. А священники только повторяют одно и то же. Никуда не ходите, не берите в руки сектантскую литературу, гоните их в шею. Они еретики. Не оскверняйтесь разговором с ними. А в народе царствует суеверие, безразличие. А священники насаждают трусость. И ни одного бойца. Бедная, юродивая Русь с такими попами. И при том нам дано самое сильное и мощное оружие. Библия с толкованием святых отцов. 4-7 стихи. Между тем народ в городе разделился. И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы постромить и побить их камнями, они узнавосим удалились в ликоонские города, листру и деревею, и в окрестности их. И там благовествовали. Полкование. Случилось то, о чем говорил Христос. Матфея 10, 13. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Ничего нет странного в том, что святые бегут от людей, намеревающихся построить им ковы. И считают за лучшее уклониться от брани, которую они считали, согласно приведенному свидетельству, недозволенную им. 8-12 стихи. Вот, пожалуйста, идите, воюйте, воюйте, везде священники за войну. Господь нигде не учил их убивать, а говорит, гонят в одном городе, бегите, гонят. Ни один апостол на стороне восставших там, барков бы, рабе Акиби, когда подняли восстание в Иерусалиме в 70-м году, ни одного не было. Никто. И только удались другие места в другом городе. Все. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хромать чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом. Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски. «Боги в образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове». Толкование. «Для чего громким голосом? Чтобы уверовал народ. Павел проник в душу его, потому что внимать тому, что говорил Павел, было возможно лишь для философской души. Что хромой вскочил, это доказательство совершенного исцеления». Замечая с одной стороны простодушие язычников, с другой – коварство иудеев. Первые чествовали апостолов как богов, последние преследовали их как разрушителей порядка. Видишь, как у эллинов было в обычае делать богами людей. Запомни происхождение идолослужения, чтобы дать ответ, когда будут спрашивать, откуда идолослужение. Таким же точно образом эллины из людей делали богами и апостолов. И дьявол вначале подобным же образом старался ввести в мир это нечестие, говоря в Бытие 3.5 «Но знает бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И так как тогда ему это не удалось, то с тех пор он домогается этого и засели. «Всюду стараясь водить многобожие». 13-18 стихи. «Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав с ним, разодрали свои одежды и бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам человеки, благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу Живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. И, говоря си, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили». Полкование «Смотри, всюду они чисты, чуждыщи славия, не только не домогаются славы, но даже отклоняют ее от себя, когда воздают им прославление, поступают с некоторой горячностью. Мы люди, но мы выше идолов, потому что они мертвы. Видишь, каким обыкновенным явлением было у эллинов делать из людей богов? Да и в их книгах, где описана их древняя история, ты найдешь, что Зевс, будучи человеком, сделал себя богом, говоря, что он бог. Точно так же и многие из римских и македонских царей назывались божественными. Поэтому нет никакого основания не верить древним сказаниям о том, что некоторые из народов были обольщены и назвали некоторых из людей богами, как и эти люди обольстились Варнавой и Павлом. У Симона Волхва жители Самарии называли «великой силой Божией». У иудеев был обычай разрывать на себя одежды, когда они слышали богохульные слова. Так, когда Христос говорил, что он Сын Божий, Каиафа разорвал на себя одежду, говоря, что Христос произнес хулу на Бога. А так, как то, что случилось теперь, было некоторым образом богохульством, то следы иудейскому обычаю и апостол сделали то же самое. Отвергнут же этот обычай потому, что он не был постановлением закона. И Господь говорил иудеям, Иои 2.12.13 «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плача и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Попустил, сказано, но почему попустил? Апостол еще не говорит. Так, как останавливается преимущественно на том, что настоятельно было необходимо, и нигде еще не упоминает имени Христова. В каждом поколении совершал такие дела, которые руководили людей к правде. Не носилая свободной воли, Господь позволял всем людям ходить по собственному их усмотрению. Но Сам постоянно совершал такие дела, из которых они, как существа разумные, могли уразумевать Создателя. Свидетелями Его апостол называет даже ежегодные дожди. Стихи 19-28 «Из Антиохи и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, посчитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою и в дереве. Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Утверждая души учеников, увещевая, пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив жизнь пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли Памфилию и, проповедав Слово Господне в Пергии, сошли в Аталию. А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и, как Он, отверз двери вероязычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Посмотри на бешенство иудеев, проникли в народ, который оказал такую честь апостолам, и убедили его побить Павла камнями, а вытащили его вон из города, потому что боялись. Да при том, они старались лишь подорвать проповедь. Но видишь ли ты пламенную ревность Павла? После того, как его выбросили вон из города, он снова пришел в тот же самый город, чтобы показать, что если где в подобных случаях он и удалялся, так потому что должен был сеять Слово Божие. И что разжигать гнева не следовало. Смотри, без труда и скорби никто не оправдывается. Поэтому врата, ведущие в Царство Небесное, и Господь назвал узкими и тесными, то есть полными стеснений. Но в Царство Небесное входит не всякое, какая только встретится, теснота или скорбь, но скорбь из-за веры в Бога. Рукоположив же им плесвитеров, научали поститься даже во время испытаний, постом сопровождались и хиротонией. Но в Кипре не поставили плесвитеров, тоже и в Самарии. Последняя находилась вблизи Иерусалима и апостолов. Да и самой Антиохии Слово Божие укреплялось. А здесь новоуверовшие и в особенности те из язычников, которым необходимо было назидание, нуждались в большей поддержке. Но обрати внимание на то, что Павел и Варнава имели сан епископский, потому что рукополагали не только дьяконов, но и пресвитеров. Не сказал апостол, что сотворили они, но что сотворил Бог с ними. Отверзением двери называют учения, которые приняли через апостолов и язычники. Так как город был велик, то в нем была нужда в учителях. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда в России еще при Феофане Затворнике иностранные миссионеры стали проповедовать Слово Евангелие, они встретили здесь исключительно благодарных слушателей. Исокшая земля, жажда слышания Слова Господне была столь велика, что тогдашние современники говорили, что по всей вероятности с апостольских времен не было такой благоприятной для евангелизации среды. Люди жаждали спасения, уходили в леса, было сильное богоискательство в интеллигентской среде. Православная иерархия безнадежно проспала этот момент. Не послали тысячи монахов в народ, не открыли двери слуха у людей для Слова Божия. И Бог не простил этого, а буквально истребил с лица земли то, что устроили тысячу лет. Пришли правители, которые закрыли дверь и нарисовали свою дверь, ведущую в ад. И вчерашние православные прихожане, семинаристы, вошли туда первые. Эта ситуация сегодня повторяется. Глава 15, 1-4 стихи. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так, быв провожены церковью, они проходили в Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами-пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь веры язычникам. Толкование. Видишь, апостолы подвергались испытаниям и внешним, и внутренним. Не просто говорилось о необходимости обрезания, но если не обрежетесь, не можете спастись. Противоположным этому мнению было то, будто обрезываясь, верующие не могли спастись. Но Павел не сказал, да почему же это? Неужели я не заслуживаю доверия после того, как совершил столько знамений, а рассудил отправиться ради них в Иерусалим? Как же он в послании к Галатам говорит, 1-18 стих, «И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию?» В первый раз он пришел в Иерусалим не сам, а был послан другими. Во второй прибыл туда не с тем, чтобы научиться, но с тем, чтобы склонить на свое мнение других. Потому что сам он от начала обращения был того мнения, какое постановил потом и собор апостолов, то есть, что обрезывать не следует. А так как некоторым христианам и заудеев казалось тогда, что Павлу одному доверять решение вопроса нельзя, и так как они обращали свои взоры на апостолов, бывших в Иерусалиме, то Павел пошел туда, пошел не с тем, чтобы научиться большему, но с тем, чтобы убедить тех, которые говорили противное, что и бывшие в Иерусалиме апостолы решают вопрос этот согласно с ним и Варнавою. 5-12 стихи, «Тогда восстали некоторые из фарисеевской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать и язычников, и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». Апостол и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мы же, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас с меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали». И сердевец-соведец Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам, «И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Толкование. «Верующие не из язычников, но из иудеев требовали, чтобы принявшие веру обрезывались и исполняли прочие заповеди закона, имеющие отношение к плотской природе человека. С ними рассуждавшими на основании древнего закона не согласились прочие ученики, хотя и сами были от обрезания, потому что старались сделать постановление не по своему желанию, но соображаясь с общей пользой». Апостолы имели какое-то особенное достоинство, по которому стояли выше пресвитеров, иначе Лука обозначил бы всех, их одним общим с пресвитером именем. Благодать на решение вопроса получает Петр, в котором и до сих пор оставались элементы иудейства. Быть может, здесь были и обвинявшие его некогда за корнилия, а, быть может, и входившие с ним в дом корнилия. Поэтому-то он и выставляет их свидетелями. Через него говорил Бог, и что тут ничего не было человеческого. Указывает им на духовное свидетельство. Там, где вчера очищать грехи, исходящие от сердца, нет никакого различия между верными, иудеи ли они или елины. А очищение это заменило обрезание. Вместо плотского обрезания даруется обрезание духовное, которое верой во Христа очищает и тайные грехи. Что значит слова «искушайте Бога»? Это значит, как будто Бог не силен спасти человека по вере. Или отчего вы не верите Богу? Вводить закон есть знак неверия. Известно всем, что закон был обременителен для израильтян. Это признавали и ученики. Да и сам Спаситель указал нам на это. Матфея 11, 28. «Придите ко мне все труждающие, все обремененные, и я успокою вас». Труждающимися же и обремененными называют бывших под законом. А себя назвал кротким. Какового свойства закон не имел. Итак, прежде закон спасал тех, кто соблюдал все, что написано в законе. А ныне благодать Господня. И без соблюдения закона спасай через веру. Стихи 13, 23. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Исим, согласно слова пророков, как написано. «Потом обращусь и воссоздам скинью Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведому Богу от вечности все дела его. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться...» Толкование. «Этот Иаков был епископом, поэтому и говорит после. Обрати внимание и на его мудрость. Своё слово он подтверждает и новым свидетельством, и ветхозаветными пророчествами. Это тот Симеон, который в Евангелии от Луки пророчествует. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». Лука 2, 29. Благоволил принять Господь людей из язычников не просто, но во имя славы своей. Симеон был известен как муж, близкий по времени. Но он не имел авторитета, так как был не в древнем муж. Поэтому Иаков приводит древнее пророчество. «Потом обращусь и воссоздам скинью Давиду падшую». Падение это было так велико, что казалось непоправимым. Что же? Разве был восстановлен Иерусалим? Не был ли он еще более разорен? О каком же восстановлении говорит пророчество? О восстановлении после Вавилонского плена, когда Иерусалим снова стал иметь значение. «Полагай не затруднять обращающихся к Богу из язычников». То есть не расстраивать дело, потому что если Бог призвал их, а эти навязывания расстраивают призвание, то мы противимся Богу. Предостережения эти, хотя и касаются чувственных вещей, но необходимы. Так как эти вещи были причиной многих зол, то преимущественно от них Яков и удерживал верующих. До пришествия Спасителя Моисея считали каждую субботу в одних синагогах. Но после пришествия его Моисей считался невозбрано и в Церквах Христовых. И это видно из того, что он читается постоянно даже сего дня. При том же, если бы Ветхозаветное Писание не читалось в церквах, то апостол не написал бы так нерассудительно в послании к Галатам 4.21. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Деяние, 15 глава, 24-27 стихи. «По великому услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должны обрезываться и соблюдать закон, чего мы и не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». Толкование. «Все так определили и пишут это по тщательному обсуждению. Замечательно, что ни Петр, ни Иаков не дерзали без всей церкви постановить определение об обрезании, хотя признавали это нужно, но и все вместе не положились бы на себя самих, если бы не были убеждены, что так благоугодно и Духу Святому. А чтобы посольство Иуды и Силы не было сочтено за знак неудовольствия Павлом и Варнавою, следуют похвалы им». 28-38 стихи. «Ибо угодно Святому Духу, и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». «Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о всем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими, Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Помфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Толкование. «Да не подумать, что это дело человеческое. Что же касается того, что прибавлено и нам, так это для того, чтобы узнали все, что и они обрезаны этого именно мнения относительно вопроса об обрезании. Показывается, что нет ничего такого, чего не доставало бы верующим. Напротив, с них довольно того, чтобы воздерживаться от идоложертвенного и так далее. Выражением же «воздерживаться от удавленены» запрещается убийство. Преуспеяние учеников – вот в чем утешение для учителей. Следует заметить, что долгом руководителе было заботиться о тех, кого они просветили светом Евангелия. Испытывать, здравы ли они веруют, не хромают ли, не следует ли их исправить. Комментарий Игнатия Лапкина. Еще в школах пытаются определить склонности, увлечения учеников, кем они хотят быть. Когда сегодня читаешь воспоминания священников и архиереев о том, как они пришли в церковь, почему решили стать священнослужителями, то они говорят о детских впечатлениях от праздников, от посещения служб, и практически никогда не говорят о том, что они сами лично, сознательно уверовали во Христа, полюбили Его всем сердцем, и почувствовали, что эту благую весть они обязаны нести тем, кто еще не озарен светом Евангелия. И что в этом их призвание, что долгом руководителей, священников, является заботиться о тех, кого они просветили светом Евангелия, испытывать, здравы ли они веры, не хромает ли и не следует ли их исправить. И после многих лет священнослужения, может ли священник с высоты своего опыта сказать, вместе с блаженным Феофилактом, что его долго было заботиться о тех, кого он просветил светом Евангелия, испытывать, здравы ли они веры, не хромает ли и не следует их исправить. А если не так, то какой ответ он сможет дать небесному пастырю, если по его вине погибло столько овец, ненаученных им. 39-41 стихи. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви толкование. Между Павлом и Варнавою произошло некоторое недоразумение. Один стоял на почве справедливости, а другой хотел поступить со справедливостью. Но каждый имел одну цель – служение вере. Причина недоразумения следующая. На евангельском пути сопутствовал им от Палестины до Пергии по-амфилистки, некто Марк, который, как человек слабый, отстав от апостолов, возвратился в Палестину, не отрицаясь, однако же, Христа, но отказываясь от дальнейшего путешествия, как трудного для него. Между тем, Павел и Варнава возвратились с обильными плодами веры и благочестия, и благовествовали находившиеся в Иерусалиме церкви об обращении покаяния язычников. Когда же стали воздавать Павлу и Варнаве хвалу за их подвиги, Марк опечалился, смутился душою, потому что думал, если бы и я был с апостолами, то и я сделался бы участником в их славе, и потому снова пожелал сопутствовать им. Варнава принимал его, как раскаившегося, а Павел наставил, что не следует брать с собой на дело Господня человека, который не мог сопутствовать им прежде. Итак, разномыслие имело характер не несправедливости, а правды, и проистекало от недоразумения. Павел требовал правды, Варнава – человеколюбие. Расходясь в мнениях, они сходились в чувстве благочестия и разделились не по вере и убеждениям, а по человеческому недоразумению. Случилось же это по Божьему устроению, потому что как только они расстались, Варнава взял с собой Марка и пошел своим особым путем. Но строгая точность Павла принесла и Марку свою пользу, так как своим рвением он старался загладить прежнюю оплощность. Павел советовал в церквах не принимать Марка не с тем, чтобы опечалить его, но чтобы сделать его ревностнее. И когда увидел, что Марк явил успехи ревности и оправдал себя своими последующими действиями, начинает одобрять его и говорить в Колоссяном 4.10 «Приветствует вас Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Тоже замечаем и между пророками, то есть замечаем различия в мнениях и нравах. Так Илья строг, Моисей кроток. Точно так же и здесь. Павел является настойчивее Марка, но посмотри, он в то же время и снисходителен. Он не горячился, но требовал настойчиво не брать Марка. Итак, что же, Павел и Варнава разлучились врагами? Да не будет. В посланиях Павла ты находишь, что Варнава имел после этого много похвал от Павла. Мне кажется даже, что они разлучились по взаимному согласию, сказав друг другу, «Так как ты не хочешь, чего я хочу, и наоборот то, чтобы не спорить, изберем для проповеди различные местности». Так они поступили, вполне уступив друг другу. А написано это в наше назидание, чтобы предостеречь нас от падения, потому что нам, как людям, нельзя обойтись без расприи. Но в расприях следует делать взаимные уступки. Но для Марка расприя это была, как нельзя, более полезна. Павлова строгость исправила его, а Варнавина снисходительность ободряла его не оставлять еще призвания. Итак, Павел и Варнава спорят, но из спора выходит одно следствие – польза. «Смотри на Павла, решающегося разлучиться с Варнавою. Марк сильно испугался и обвинил себя. А смотря на Варнаву, который так защищал его, Марк сильно полюбил последнего. И ученик исправляется распри учителей. Так далека была эта распри от того, чтобы послужить соблазном». Комментарий Игнатия Лапкина. «Путь истинной Церкви Христовой – это евангельский путь, путь проповеди Евангелия. Апостол Павел этим словом пользуется неоднократно, и сектанты им пользуются. А православные не только не знают эти слова. Путь Евангелия. Евангельская вера, но они считают их сектантскими. Филиппийцам 1.27 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать от вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Выражение «каноническая территория» в сегодняшнем понимании архиереев не имеет ничего общего с тем, как понимали апостолы, служения в различных странах. Оно тогда заключалось в проповеди, в евангелизации живущих там. И сегодня в Синоде должны бы говорить так «Изберем для проповеди различные местности». Для проповеди не для воздвижения крестовых храмов, не для созидания благочения епархии, но для проповеди, а все остальное следует за этим, если будут обращенные души». Все. Трубы забились.